Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 5 мая и вот работая в теплице, сегодня я зашла для третьего генерального посынкования, обстрижки, обрезки. Видите, я сейчас работаю. И так как я вчера сделала полив, я хочу рассказать вам о поливе, потому что в это время в теплице я полив увеличиваю количество воды. Про полив я уже снимала, и вот сидя здесь в теплице, в открытом грунте, и общие принципы, вы, наверное, кто смотрел, помните, что полив должен быть обильным, но нечастым, перевлажнение чрезмерное портит вкус наших плодов, особенно когда они уже наливаются, они могут полопаться, быть кислыми там. Но воды все равно должно быть достаточно для комфортной жизни растений. И я говорила, что три периода у нас, вот первый период, когда мы только что высадили, рассада была маленькая, ну не рассада, а уже растения. До цветения требовалось мало воды, потом период цветения и завязывания плодов, наливания плодов. Количество воды должно быть увеличено, и потом опять, когда плоды налившиеся, ой, извините, руки, когда плоды налившиеся начинают созревать, то мы редко сокращаем. Вот какой сейчас у нас период? У меня сейчас период массового цветения и массового завязывания плодов. И у нас в огороде, в открытом грунте и в теплице немного по-разному. Если в открытом грунте первые я только высаживаю, и там полив нужен, ну прям минимальный, такой небольшой, то в теплице полив мне нужен уже более такой, ну более усиленный. Потому что смотрите, здесь уже висят томаты. Вот это и называется период массового цветения и завязывания плодов. То есть я должна увеличить полив. Как я увеличиваю? Сейчас вам объясню. Первый полив у меня был 9 мая. 9 мая я полила, следующий раз я поливала 28-го. Ой, 9-го. А! Сейчас подождите, посмотрю табличку. Ой! Ничего на память не помню. Так, 9 мая. 19-го следующий. Следующий был 19-го через 10 дней. И следующий 28-го тоже был почти через 10 дней. Я вам говорила, что за первый месяц я полила всего 3 раза с интервалом в 10 дней. Но сейчас ситуация у меня резко изменилась. Ну хоть не резко, но существенно. После 28-го мая, вчера было 4-е, прошло всего 7 дней. Следующий полив я уже сделала через 7 дней, потому что томаты у меня в фазе массового цветения и в фазе массового завязывания плодов. Вот так вот не видно, кажется, что ничего на них нет. Но если пройтись и каждый отдельно посмотреть, все-все они вот в таких вот яблочках висят в завязи. И это тот самый период, когда томаты от нас просят большего полива. И если до этого я поливала раз в 10 дней, была спокойная, я говорила, ой, им хватит. А еще забыла сказать, при поливе выливаю 2 бочки 400 литров. Вот что 28-го я вылила, мне хватило на... Что с 19-го по 28-го мне хватило на 10 дней. Что сейчас с 28-го мая по 4-е июня тоже выливала 2 бочки. И вот вчера я вылила 2 бочки и теперь буду смотреть по ситуации. Возможно, следующий полив сделаю через 6 дней. Потому что, смотрите, тут изменяются факторы. Тут еще погода. Когда я вам говорила, что количество воды зависит от почвы, от региона, от погоды, от фазы цветения. И когда совпадает... Вот теперь то, что я говорила теоретически, я вот вам показываю на практике. Когда совпадает 2 фактора, например, фаза цветения и обильного плодообразования и жаркая погода, то полив, возможно, еще нужно сильнее увеличивать. Следующий полив я, может быть, буду делать не через 7, а через 5-6 дней. Вот вы поняли, от чего зависит. Если у вас регион не меняется и почва у вас, конечно, не меняется, то вот эти фазы у вас меняются, ну, взрослая, маленькая, там, плодоношение, и меняется погода. И в зависимости от погоды и от фазы растения вы должны или увеличить, или уменьшать, или увеличивать, или уменьшать количество воды. Для чего я все это рассказываю? Потому что одно сказать теоретически, когда я все-все-все рассказала, и про полив, и все вот это. И кто начинает, например, первый год выращивает в теплице, он может в этом обиле информации запутаться. И вот теперь во время каждого полива я буду докладывать вам, и у вас немножко отложится. Вот первые три раза я полила через 10 дней. Сейчас я уменьшила вот этот срок. Ой, не могу смотреть на эти руки, но вам придется потерпеть. Мне мыть некогда их идти, я сейчас все равно буду это, измажу их. И вот эти, короче, сначала через 10 дней, потом через 7 дней. И я вам объясняю, почему я изменила. Почему вдруг был полив у меня через 10 дней, а стал через 7? Ну, просто потому что много завязи, обильно цветет, теплая погода. Если бы была погода дождливая, может быть, на 10 дней растянули бы. Все. И еще скажу о поливе. Первый полив я делала с суперфосфатом, с вытяжки из суперфосфата, потому что нужна была фосфор калий, я вам рассказывала. Я для удобства вам выложу опять все ссылки, вот про те подкормки, поливы, которые я делала совместно. И стараюсь каждый полив совмещать с чем-то. Первая была с вытяжкой суперфосфата и с калием, вторая была с гуми Кузнецова. И вот то, о чем нам пишут, что лучше чередовать минеральные и органические подкормки, у меня, если есть возможность, я стараюсь это делать. Вот первую я фосфор калий дала, вторую гуми Кузнецова, вот эти гуматы, там микроэлементы, именно все природного происхождения, натурального. А вот этот полив я не совместила ни с чем, потому что просто-напросто мне ничего не надо. Я вам всегда говорила, что каждая подкормка должна быть обоснованная, для нее должна быть явная причина. Явной причины подкармливать мои растения у меня нет, им ничего не нужно. Азот и так не надо, видно по внешнему виду. Фосфор и калий я уже давала, больше не буду пока давать. Единственное, что им нужно, я вчера сделала борное опрыскивание второй раз, потому что первый раз я делала, они были совсем маленькие, было мало цветов, сейчас они вступили в другую фазу, у них уже завязи вот эти, и у них новые цветы и новые листья, которые еще не обработаны борной кислотой. Следующий вот у них, как ярус, у них был первый ярус, теперь уже второй, третий ярус, некоторые, вон по метр двадцать, я потом подкажу, подойду в следующем видео, покажу, какие большие. И вот сделала второе борное опрыскивание. Первое было сделано, ой, блин, памяти совсем нет, сейчас, сейчас, сейчас. Где тут это? Ну, а я даже еще первое не записала. Ну, не важно, первое я делала примерно недели две назад, и я уже знаю, у меня там в другой рабочей тетради в журнале записано. А так как я вчера обрабатывала бором в открытом грунте, я вам показывала, то остался раствор, сразу совместила, обработала и здесь. И вот смотрите, у нас получается такая ситуация. В открытом грунте мы обрабатываем бором первый раз, там только начинают свисти, там только начинают опыляться, а в теплице в этот период уже получается второе борное опрыскивание, потому что здесь уже в фазе плодообразования, вот, ну, как образование плодов, все почти они с завязью, и вот так мы идем, на 2-3 недели разница. Если там я буду обрабатывать, когда второй раз, здесь буду обрабатывать бором последний раз, если вообще буду. Все, ну, я начала прополив, переползла постепенно на борное опрыскивание, это уже лишнее. Прополив, вот сказала вам, что сейчас сокращаю время между, количество дней между поливами с 10 на 7 на 6, зависит это от чего, от фазы растения, они взрослеют, они с завязью и от погоды. Все, до свидания. Желаю всем разобраться в тонкостях вот этого режима полива, потому что от режима полива зависит все, зависит и вкус плодов, и количество урожая, и качество этого урожая, и все, 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 поливать нужно, это очень такая вот тонкая грань, нужно и не переливать, и чтобы они не были, ну, как сказать, на таком голодании, в засухе, чтобы они не сидели. Вот сейчас именно для налива плодов очень нужна влага. Все, до свидания.